Всем привет! Лето уже подходит к концу и я подумала, неплохо было бы записать видео о фаворитах летних, но так как фаворитов у меня не очень-таки много, поэтому я решила совместить это видео одновременно с покупками на осень и к тому же все вещи подходят друг другу более-менее как бы по тематике. Так как осень по календарю еще не наступила, давайте покажу вам вещи, которые нравились мне этим летом. Во-первых, это, конечно же, ореховая паста, я ее в этом году попробовала впервые. Очень сытная, очень вкусная, она отлично подходит для каких-то бутербродов, для легких перекусов, к тому же ее очень надолго хватает и обязательно попробуйте, если вы еще не пробовали. Также этим летом мне очень нравилось носить вот такие подвески в виде кристаллов, я их никогда вам не показывала в видео и также фотографий у меня нет с ними в инстаграм, потому что мне казалось, что такие фотографии есть у каждой второй. Но тем не менее, мне очень нравилось носить эти подвески, они очень красиво смотрятся на голой шее и к тому же они в этом году очень-очень модные. Мне очень нравилось носить вот такую вот футболочку с Джейком, она многим понравилась, я в ней была на встрече с подписчиками, покупала я ее в магазине Твое и она стоила очень недорого. К своим летним любимчикам могу отнести вот такие вот флеш-тату, которые были очень модны этим летом Хоть и лето уже кончается, но я все равно заказала себе еще два вот таких листочка И помимо них я еще заказала себе вот такие вот черные, обычные Я подобные уже себе заказывала, они очень круто смотрятся, когда вы будете делать селфи, к примеру Отлично подходят для того, чтобы делать какой-то акцент на себе, когда вы будете фотографироваться Особенно мне нравятся вот эти вот татушки с перышками Из летних фаворитов это все, и давайте уже перейдем к вещам, которые я приобрела уже к осени Первое это вот этот вот свитшот, который вы видите сейчас на мне И я его купила специально вот под эти свои башмачки, которые я еще не раз так и не одевала И все не знала, с чем же можно их комбинировать Но теперь у меня есть вот этот вот свитшот, и я буду носить это все вместе с джинсами Я думаю, что очень круто будет смотреться Также из одежды я приобрела себе еще один вот такой свитшот со спаджбобом И как вы уже знаете, у меня есть кеды со спаджбобом, поэтому я решила сделать такой еще один себе небольшой комплект Я думаю, что вместе с этими кедами это все будет очень круто смотреться Еще я заказала себе вот такой свитшот со смайликом и эмоджи, очень крутой, он мне очень понравился. И что вы думаете, когда я получила эту посылку? Та-дам! Ко мне пришел еще один такой свитшот. Я подозреваю, что они просто перепутали, потому что два одинаковых я точно не заказывала. Очень яркий, прикольный, мне он очень понравился, напишите, как он вам. Готовясь к осени, я заказала себе вот такие мимишные тапочки в виде панды, они мне очень понравились. И что вы думаете, произошло в этот раз, когда я получала посылку? Мне всего прислали три пары вот таких вот панд. Я тоже подумала сначала, что это какая-то ошибка, но потом, когда заглянула в свою корзину, оказалось, что я сама по ошибке заказала целых три пары, и что же теперь мне делать? Я опять же буду их разыгрывать в конкурсе, но чуть-чуть попозже, когда наступят такие холода, и это будет актуально. И как бы это грустно ни звучало, но осень все равно наступит, и поэтому я подготовилась так основательно к ней, заказала себе еще вот такой вот замечательный шарф. К тому же клеточка это всегда модно и всегда актуально, и я думаю, что подо многие мои вещи она подойдет. Купила себе вот такие гетры, они мне нужны были для того, чтобы когда я буду сидеть зимой, осенью за компьютером, чтобы мои ноги были всегда в тепле. Очень классные гетры, я боялась, что они будут спадать у меня с ноги, но тем не менее они очень круто смотрятся и хорошо держатся. Так как осенью и зимой у меня больше всего трескаются губы, я решила, что в этом году я буду делать бальзамы для губ сама. Для этого я приобрела вот такое стопроцентное масло какао, буду его использовать, когда буду готовить бальзамы для губ. И также я приобрела себе зеленый чай со всякими добавками, которые будут успокаивать. Приобрела себе также еще натуральный порошок какао, буду также его пить осенью. Как раз таки в эту пору мне и хочется пить какие-то горячие напитки. Заказала себе несколько сиропов, чтобы добавлять также в напитки, использовать вместо сахара, потому что от сахара я сейчас полностью отказалась. Эти продукты стопроцентно натуральные и это очень важно для меня. И последнее, что я приобрела, это уже не касается осени или лета, я приобрела просто, чтобы дополнить свою корзину. Во-первых, это был вот такой спонж наподобие бьюти-блендера. Довольно неплохой спонж, можно им пользоваться, мне он по крайней мере очень нравится. И взяла себе еще дешевые китайские кисти, но хочу сказать, что они очень мягкие, очень клевые. Но правда мне не нравится, что здесь есть лейбл, но я что-нибудь с ним сделаю. Либо же задекорирую каким-то образом, но кисти и спонж мне очень понравились. На этом все, это были все мои фавориты и покупки на осень. Если вас заинтересовали какие-то вещи, то заглядывайте в инфобокс, потому что там будут все ссылки. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно. Ну а мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok